Солнце встало Ненаглядные мои свежие новости Юбисоф хвастается инновационными технологиями погодных условий Освещения и симуляции моря в Assassin's Creed 4 Black Flag EA рассказала о механике гонок за очками спида в Need for Speed Rivals И отношениях рейсеров с полицией Bell The Scrolls Online превратится в единый просторный мир Растерзанный ПВП войной трех фракций Сбалансированной и продуманной войной В Dragon Age Inquisition не будет открытого мира И не просите взамен лишь куча огромных по своим масштабам локаций Создатель Дейзи решил в очередной раз запилить систему игры с нуля Возрадуйтесь, ибо зомбяки получат разум Невероятная, восхитительная и умопомрачительная GTA V С четырьмя главными героями и онлайновым режимом Внимание! Вышло! И вслед за GTA V посмотрим на прочие релизы прошедшей недели Итак, обо всем поподробнее Ubisoft похвастала своими распиздастыми новейшими технологиями системы смены погодных условий Динамической смены освещения и симуляции воды Каждая капелька дождя теперь является отдельной независимой частицей на экране Которая падает туда, куда ей вздумается В совокупности с шейдерами в лужах теперь даже можно будет рассмотреть отражение своего персонажа Игровой мир засадили динамически движущимися травками и растениями Чтобы было где спрятаться этику Кенуэю Ну и наконец море Синее море Которое волнуется несколько раз Разработчики настолько загнались прорисовкой воды в Карибских морях Что не смогли оформить морские баталии в мультике Ибо для каждого геймера волны должны двигаться качественно Что технически невозможно в масштабах нескольких игроков Тем не менее надо отдать Ubisoft должное Команда сумела найти способ состыковать два независимо движущихся корабля Чтобы один мог взять на абордаж другого Ну и естественно сделать из двух кораблей одну игровую площадку Где можно побегать по мачтам и пафосно спрыгнуть кому-нибудь на еблину Круто! Need for Speed Vivals представит игрокам возможность прикинуться нихуйскими Полицейскими и погоняться за рейсерами Разработчики так и поделились деталями работы Наисложнейшего механизма Взаимодействия полиции и гонщиков Последние будут проходить гонки Чтобы заработать очки Speedo Ну а менты смогут спиздить эти очки у игроков Если смогут их догнать после гонки Сложно, правда? За очки Speedo можно будет покупать апгрейды Прокачивать навыки И пробивать себе место потеплее в глобальной топке Ну и прикупать всякие бонусы Для еще более скоростной езды Или еще более эффективной Остановки превышающих скорость игроков На этом собственно и все Команда Zenimax Online Стала с завидной регулярностью Публиковать новую информацию О The Elder Scrolls Online Уж не связано ли это как-то С объявлением о необходимости Приплачивать беседке 15 баксов каждый месяц Как бы то ни было В игре появится уникальная Трехсторонняя всемирная В игровом смысле PvP война Причем разработчики позаботились о том Чтобы ни одна из фракций не была Адово имбалансной В плане количества приспешников Так в одном походе сможет участвовать Только ограниченное количество персов Игроки смогут с легкостью Грабить караваны Коммуниздить чужие ресурсы Захватывать цитадели И конечно же Ебать гусей Ну а тем кто предпочитает тактику Тихо спиздило ушел Разработчики наклепали целую пачку квестов По которым можно будет легально Бегать на рейды чужих территорий Вдали от крупномасштабных войн Свою вытянутую из жопки комара Ты сможешь загрейдить в The Crew Как захочешь Юбисофт решила структурировать игру Набором деталек для гонок По улицам По бездорожью И всяким прочим дорожным покрытием Причем разработчики пообещали Добавить возможность качественного И наглядного Сравнения деталек Это раз Во-вторых, игровой мир будет по-настоящему огромным Если раньше создатели говорили про 10 тысяч километров дорог То сейчас сравнивают один из пяти городов В частности Нью-Йорк С Либерти Сити И с GTA 4 Ну и в конце концов Разработчики напичкают в игру элементов РПГ Дабы всем было весело И интересно Играться в онлайне Давайте прервемся на секунду Чтобы послушать геймериатушек Которые еще не вышли из образа главного героя В играх про психопатов Дебилоидов И шизофреников А правда что AC Liberation Выйдет на песю Клинок ассасина мне в шею Чистейшая правда Правда стоит оговориться Что разработчики делают не тупо порт Assassin's Creed 3 Liberation с PlayStation Vita на консольке Писюн, но самый настоящий ремейк в HD-качестве. Для пущей убедительности команда Ubisoft даже решила убрать цифру 3 из названия игры и добавить HD. Тем не менее, обделавшаяся ты моя отцосинка, в игре останутся те же герои, локации и история. Что разработчики действительно доработали, так это анимацию персонажей и динамическую смену дня и ночи. Приправили всё это шайдерами и эффектами освещения и вуаля! Новая игра! Хавайте, детки! И прикола ради напомню тебе также, что скоро юбочки также выпустят Assassin's Creed Pirates для мобилочек и планшетов, где можно будет покататься на кораблике и пострелять из пушечек. Дядюничку! А что там слышно про бета-тест Battlefield 4? Дуло танка мне в жопу. Команда DICE собирается стартануть бетку в октябре 2013 года. Нетерпеливая ты моя, какашка-подобная имбицилина. Обладатели предварительных заказов Medal of Honor Warfighter, как и обещалось, получат доступ к бетке раньше. Аж, блядь, на три дня раньше остальных. Ну а затем начнётся открытое бета-тестирование, которое продлится практически до релиза Battlefield 4 в конце октября. По некоторым слухам, бетка начнётся 24 сентября. Но всё это больше похоже на пиздёж и провокацию. Ранний доступ к бета-тестированию также получат пользователи Battlefield 3 Premium и обладатели предварительных заказов Battlefield 4 Digital Deluxe Edition. Так что бегом заказывать! Три дополнительных дня в бетке! Это ж пиздец! Как круто! С идиотиками закончили! Дальше вас ждёт самое... Интересное! Не переключайте канал! Не будет в Dragon Age Inquisition открытого мира! И не надейтесь! Несмотря на существующую тенденцию в каждую игру запихивать открытый мир, Байоуэ склонилась к старой доброй модели линейной просторности. Ну, типа, когда в игре есть определённый набор локаций, которые можно посетить по сюжету, но помимо ключевых точек на каждой локации, можно ещё побродить и повтыкать на красоты окружающего мира! В общем и целом разработчики пообещали добавить всякие разные элементы открытого мира и свободы выбора. Но по сути всех нас собираются жестоко наебать, ограничить невидимыми рамками локации, и при всём при этом разработчики не стесняются об этом открыто говорить. Уважаемые фанаты Дэйзи, у меня для вас есть ООО ПИЗДОХУИТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ! Дин Холл решил переделать систему искусственного интеллекта зомбяков с нуля! Возрадуйтесь! Ибо зомбяки теперь обретут разум и будут динамически изменять траекторию своего преследования вас и при этом огибать препятствия. Да-да! А пиздохуительна эта новость ещё и тем, что Холл уже не первый раз переделывает всё с нуля. Как бы то ни было, на этот раз Холл пообещал, что на релиз Дэйзи эта маленькая неувязочка не повлияет. Ибо в альфа-версии, в которой широкой публике впервые предстанет игра, улучшенного и не будет. А нахуя? Можно запилить альфу, а потом загрейдить зомбяков. СВЕРШИЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОГО МЫ ТАКСЕ ДОЛГО ЖДАЛИ. ВОКСТА ГЕЙМС ВЫНОСИЛО, ВЫМУЧИЛО И ВЫРОДИЛО ГТА 5 Со всеми её наипиздательшими наворотами, системами и возможностями, в игре появится сразу 4 главных героя. ПЕД ПИЗДЫ! Тревор, Франклин, Майкл и 4-й перс, которого вы сами себе создадите, для многопользовательского режима. И у этого перса можно сделать тёлкой, можно выбрать ей прятков, образ жизни и одеть в бикини, дабы представить возможность попапать всем окружающим неигровым мужикам. Ну и себе, конечно. Причём, по словам разработчиков, выбор образа жизни при создании персонажей будет прямо пропорционально сказываться на геймплее. Ну а если точнее, то на выборе навыков и умений персонажа. Затем эти навыки и умения будут сказываться в выборе роли, в ограблениях и прочих миссиях, которыми ванцевалят разработчики в GTA Online. Словом, свершилось! И продолжая тему релизов, пройдёмся по не менее увлекательным релизам ушедшей недели. В мире Арма-3 и Восточные Силы отодвинули силы НАТО в Европу. Поэтому последняя надежда на вас, дорогие мои гельмирятушки, секретная контр-атака под вашим руководством. Вам предстоит в одиночку переломить ход войны и сломить боевой дух врага, обойдя вдоль и поперёк острова Лимнас и Страфис. И для всего этого в вашем распоряжении артиллерия, воздушная поддержка, куча танков, вертолётов и прочей военной техники. И всё это с момента релиза будет вам недоступно. Компания будет выходить постепенно в виде трёх эпизодов бесплатных дополнений. Но пока вы можете насладиться двенадцатью одиночными миссиями, девятью сценариями мультика и десятью испытаниями на выносливость, первое дополнение с порцией миссии основной компании готовится к выходу в ближайшее время. Новый хоккейный сезон обещает стать Франкенштейном симуляторов хоккея. NHL 14 выбрала в себя лучшее из многочисленных спортивных игр EA Sports. Так и переделали систему вратарей, усовершенствовала систему столкновений, добавила систему драк из серии Fight Night и, наконец, просто подпиздила все новомодные возможности серии FIFA с её распиздастым движком Impact Engine. В итоге получилось то, что многие называют охуенным прорывом. Поэтому быстренько бежим в магазин за новой NHL. А вы знали, что супергерои тоже были маленькими? Да, в некоторых фильмах показывали даже новорожденных суперменов и прочую поеботу. Ладно, если вы не знали о прыщавом юношестве супергероев, но всегда хотели узнать, Young Justice Legacy выпустили специально для вас. По сюжету археолога Хелену Сенсмарк похитили, и миру грозит питьец. А всё потому, что Ленка обнаружила древнюю статую нескончаемой легендарной мощи. Поэтому супергероям придётся выбраться из пелёнок и навалять таким же молодым, как они, суперзлодеям. В игре доступно 12 играбельных супергероев, а также несколько миссий, которые, ко всему прочему, можно проходить в кооперативном режиме. Вот круто-то! Да, свинячая машинка вам и его начинает не по-детски штырить! То ему снится страшная машинка, то он отправляется в прошлое, то машинка становится Реально Короче, жесть, жуть и ужас Ключевые элементы нового ужастика И если вы не прониклись Атмосферой прошлой игры достаточно сильно Чтобы наложить кирпичей У вас есть еще один шанс Ура! Кирпичики! 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 Вот и хватит с вас на сегодня! По традиции не забываем лайкнуть видео И подписаться на канал А также последуйте привычке Последовать на сайт gamebomb.ru За свежими новостями, обзорами, трейлерами И скриншотами А я с вами не прощаюсь Ибо совсем скоро Мы снова с вами увидимся До скорого! Смею напомнить вам, джентльмены Что дяденька очень хочет Очень, очень Медиапремию Рунета Даже самые стеснительные геймеры С приступами параноидального бреда Уже проголосовали за крутотенечку А ты уже отдал свой голос За выборы лучшего Видеопроекта Голосуй за крутотенечку Если не западло А если западло Все равно голосуй За крутотенечку Ссылка как раз у вас перед глазами Или в описании этого ролика Там две номинации Спасай мир! Не дай накрутчикам победить! Все вместе поедем вместе с дяденькой На яхте! Субтитры создавал DimaTorzok